Районный совет депутатов начался со слов поздравлений адресованных председателю совета депутатов сельского поселения Феденской Ольги Андреевой в связи с прошедшим днем рождения. Вам здорово и побольше, чтобы поработать на благо жителей СП Феденской. Ольга Юрьевна, также поздравляем с днем рождения, с юбилеем от администрации района с наилучшими пожеланиями. На совете депутаты приняли поправки в основном финансовый документ. Проект бюджета Воскресенского района на 2018 год. А также на плановые периоды 2019 и 2020 годы. Народные избранники утвердили величину значения доходов и расчетной стоимости имущества граждан. Этот показатель нужен для расчета, чтобы потом иметь основания признать жителей поселений Ошитковской и Феденской малоимущими. И у них представилась возможность получить муниципальное жилье. Проголосовали депутаты за принятие муниципальной собственности усадьбы Кривякина, в том числе и городского парка. Мы принимаем, введем процедуру оформления прав Воскресенского муниципального района на объекты недвижимости, относящихся к Российской Федерации, это усадьбы Кривякина, в трении жилых зданий. Процедура предусмотрена законом. Также народные избранники внесли изменения в положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территориях сельских поселений района. Приняли положение о депутатских фракциях и план работы районного совета депутатов на 2018 год. Утверждаем на первые полугодия 2018 года план работы представительного органа. Он разработан на основании предложений депутатского корпуса структурных подразделений администрации района. В него включены вопросы, связанные с контрольной деятельностью совета. В разном начальник управления внутренних дел по Воскресенскому району Сергей Матросов рассказал об итогах деятельности ОМВД за прошлый год. По результатам работы управление заняло 17 место среди 47 подразделений области. Сергей Викторович обратил внимание на участившиеся случаи мошенничества. По любому звонку переводят деньги. Порой суммы такие значительные от 30 до 150 тысяч рублей. А потом спустя два дня приходят к нам, как правило. Вместо того, чтобы сразу позвонить родственнику и спросить, как у тебя там. Начальник управления внутренних дел также рассказал о планах деятельности правоохранительных органов в следующем году. Некоторые задачи будут решать при активном взаимодействии с администрацией района. Продолжит работу по расширению системы видеонаблюдения, в том числе с установкой видеокамер на объездах и выездах из района, основных перекрестках города, местах наиболее, подверженных уличным преступлениям в подъездах жилых домов. Мы очень активно с управлением внутренних дел работаем по безопасному региону. И Сергеевич, на самом деле, мы предполагаем в 2018 году, это для всех информации, отремонтировать 650 подъездов и в каждом подъезде установить камеры видеонаблюдения, которые мы обязательно выведем и сюда, и обязательно в управление внутренних дел. Очередное заседание Совета депутатов Воскресенского района состоится 28 февраля. Евгения Светлая, Евгений Стародубов, Воскресенские вести.